Если раньше для получения вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача. В качестве подтверждающих документов в данном случае в обязательном порядке должен быть приложен рецептурный бланк специальной формы и платежные документы. Ну, соответственно, тот, который в аптеке или в каком-то учреждении выдан налогоплательщику, который покупал лекарства. Опять же, обращаю внимание, что максимальный размер налогового вычета по лекарственным средствам 120 тысяч рублей. И сюда же входят расходы как на лекарственные средства, так и на медицинские услуги и обучение. То есть, на пальцах, чтобы было сразу понятно, если налогоплательщик хочет получить вычет в связи с получением каких-то образовательных услуг, и также по расходам на лекарственные средства, то максимальный возврат налога на доходы физических лиц излишнеуплаченный у него может быть 13% от 120 тысяч, то есть 15 600 рублей. Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов. По окончанию года подать налоговую декларацию форма 3 НДФЛ с копиями подтверждающих документов. То есть, собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже сейчас. Кроме этого, есть возможность еще и получить у работодателя такой вычет. Для этого необходимо в налоговой инспекции по месту жительства получить специальные соответствующие формы уведомления. Это уведомление передается работодателю, бухгалтерию работодателя. И, соответственно, уже НДФЛ не уплачивается с доходов работника. Но, что касается уведомлений, то к нему также необходимо будет приложить соответствующие подтверждающие документы. Это рецептурный бланк и платежные документы. Если налогоплательщикам были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих медицинских услуг, то размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и предоставляется в полной сумме. Виды дорогостоящего лечения перечислены в соответствующем постановлении правительства от 19 марта 2001 года, номер 201.